Хотя тебя принято в Москве называть до сих пор предателем, и ты был дважды, насколько я знаю, приговорен заочно к расстрелу, мне приходилось слышать, что когда ты оказался в Великобритании, ты не сдал Западу ни одного советского резидента, ни одного разведчика, никого. Это правда? Это правда. И это можно подтвердить не только моими словами. Ну вот смотри, Женева, это центр международного шпионажа нигде, никак, вот Женева, просто находясь в резидентуре внутри, он ничего не знал и так далее. Однако наши командировки, это три года. Три года отбыть, это очень трудно, потому что это идешь по тросу натянутому. Если я слишком активно работаю, меня выгоняет контрразведка. Если я не работаю, то меня выгоняют наши, говорят, ты ничего не делаешь. И все хотят попасть в Женеву, правда? Конечно. Там, господи... И вот, и вот, кто отбудет три года командировки, это считалось большим достижением. В качестве исключения я был оставлен на четвертый год, а в качестве особого исключения на пятый год. Так вот, то есть, что-то я знал, но ни одного шпионского процесса после нашего ухода не было. Это принципиальная твоя позиция была? Это моя принципиальная позиция, да. И англичане с этим смирились? Ну, я не знаю, как они смирились, вот, но я сказал, что... Но они давили, чтобы ты выдал какие-то явки, пароли? Дело вот в чем. Они со мной очень серьезно говорили. Я говорю, ребята, вы можете меня здесь порешить как-то и так далее, и так далее. Я враг, принципиальный враг коммунизма, советского коммунизма. И все, что против коммунизма, я сделаю, вот, чтобы, вот... Но есть мои друзья, которые, как и я, работали. Я работал, они работают. Вот, я их сдавать не буду. Вот. Вы меня можете как-то надавить и так далее. У меня есть выход. И выход от самоубийства. Раз. Вам от этого лучше не сказать. Вот так и сказал. Почему? И рука не дрогнула бы? Нет. Так вот, это номер один. А номер два? А вы можете меня убить или, там, пытать и так далее. Но это как-то просочится. И к вам никто не будет прибегать. Логично. Правда, да? Поэтому мы с вами по-хорошему. Вот. То, что надо, я вам скажу. Вот, то, что для развала Советского Союза. Я вам покажу болевые точки. Ребята, я вам покажу. Я что-то знаю. Вот. А персонально нет. И они это приняли. Я не знаю, как американцы были. Я не думаю, что американцы были. Они немножко не такие. А британская разведка, она, видимо, они посидели, потолковали. И, видимо, они это приняли. Ну, до сих пор я здесь, и все нормально. Но, повторяю, ни одного шпионского процесса. А я, повторяю, что-то знал, но нет. Вот, нет. И после того в Британию приходит резидент КГБ. Здесь был. Вот. И сюда идет Саша Литвиненко все-таки. Потому что они знают, что здесь все-таки не давят. Вот то, что хочу, я расскажу. А то, что не хочу, вот я не расскажу. И здесь какие-то джентльменские какие-то вот эти, ну, как бы фундамент вот этот, он остался. Какой-то аристократизм в разведке, он остался здесь.